В этом кейсе с эмблемой Smith & Wesson находится пневматическая модель револьвера компании U-MOREX Это модель револьвер Smith & Wesson 586 с 6-дюймовым стволом Револьвер относится к премиум классу пневматики U-MOREX поэтому поставляется в таком удобном кейсе В комплекте есть инструкция с разделом на русском языке Шомпел, ёршик для чистки ствола Такой своеобразный ключик круглого сечения с шестигранной насадкой для замены стволов И две запасные мушки различного сечения Сама модель револьвера Как только револьвер попадает в руки сразу чувствуется солидный вес оружия Потому что револьвер весит килограмм двести пятьдесят грамм Сделан он почти целиком из металлического сплава При этом имеет длинный шестидюймовый ствол Рукоятка сделана из одиноподобного материала Имеет шуршавую поверхность Довольно цепко сцепляется с ладонью Что очень немаловажно при таком солидном весе оружия У револьвера длинная мушка среднего сечения В комплекте, как вы видели, имеются еще две запасных мушки И регулируем прицел На целике сверху А также сбоку целика Имеются винты Которыми целик может регулироваться В горизонтальной и вертикальной плоскости Сверху ствола идет Широкая антибликовая полоса Также часть полоски есть На вставке мушки И сверху прицела Также располагаются Антибликовая полоса Основная часть револьвера Вернее барабана Сделана В виде имитации Барабан отлит вместе С рамкой револьвера А движущая часть В которой происходит зарядка Представляет собой Барабан клип Клип освобождается С помощью кнопки Расположенной С левой части Рамки револьвера Для его извлечения Нужно нажать на кнопку В сторону ствола И откинуть Клип влево Также можно проделать Такой трюк Сдвинуть кнопку И движением влево Откинуть клип Револьвер Стреляет свинцовыми пулями Калибра 4,5 мм Заряжать можно Пули в таком положении Или же клип Можно извлечь Для зарядки Барабан клип Также изготовлен Из металлического сплава Он довольно широкий Поэтому В отличие от многих других типов Пистолетов Которые стреляют Свинцовыми пулями В него можно заряжать Очень многие виды Свинцовых пуль Вот например Видим По краям пули Такой обычной пули И Серединки удлиненные пули Для дальних дистанций Он также прекрасно Вмещается В этом клипе Клип Десятизарядный Вставляются пули Со стороны Зубчатого колеса Снаряжаем В клип Десять зарядов Повторые что В клип Может умещаться Практически Все виды пуль Длиной До девяти миллиметров После Зарядки Боеприпасов Клип Заново устанавливается В револьвер Для этого Гладкой стороной клипа Вставляется в ось И защелкивается На место Баллончик устанавливается В рукоятку Револьвера Но система Установки Прокалу баллона Здесь несколько иная Чем в большинстве Газобаллонных пистолетов Здесь используется Рычажная система Прокола баллона Она еще Двухступенчатая Для того Чтобы получить доступ К отсеку Для баллона Нужно Сначала Отодвинуть Рычаг Который является Одновременно Пяткой Рукоятки Для этого Достаточно Слегка Отодвинуть Рычаг И дальше Он под действием Пружины Автоматически Отодвинется Затем Снимается Левая накладка На рукоять Снимается Довольно легко Защелки Внутренней части Накладки Сделаны Из пружинистой стали Ответная часть Также Из металла Поэтому Можно быть уверенным Что Долго Не износится Для установки Баллона Нужно Теперь Сначала Открутить Латунное колесико Чтобы баллончик У нас Хорошо Установился И первым Этапом Дальше Закручиваем Это колесо До упора Когда закрутили Следующим этапом Нужно Возвратить рычаг На место Тем самым Мы прокалываем И поджимаем Баллон окончательно В инструкции Написано Что Желательно Сначала Установить Накладку На место Потом Вернуть рычаг Так и сделаем Защёлкиваем Накладку На место И теперь Возвращаем Рычаг На место И прокалываем Баллон Револьвер Готов К стрельбе Модель Стреляет Как самозводом Так и с предварительного Взвода Сам выстрел Происходит Когда Задняя часть Спускового Кручка Нажимает На Выступ Основание Рукоятки При нажатии На спусковой Кручок Сначала происходит Проворот клипа А затем Спусковой Кручок Нажимает На выступ Происходит Выстрел При предварительном Взводе Спусковой Кручок Уже Вплотную Прожимается К этому Выступу И спуск Уже Значительно Более Короткий А также Более Лёгкий Кручок Удобно Расположен Поэтому Даже С предварительным Взводом Можно Довольно Быстро Остреливать После Окончания Боеприпасов Клип Извлекается Для Следующей Зарядки Продолжение следует